Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как город готовится к зиме? В чем специфика подготовки к отопительному сезону в этом году? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Заместитель руководителя управления эксплуатацией ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Богдан Корчуганов. Здравствуйте, Богдан Юрьевич! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот всегда интересно знать всех участников процесса подготовки к отопительному сезону, потому что мы обыватели, видим это со своей стороны, и нас интересуют наши дома, чтобы они были готовы. А вообще вот этот комплекс из каких участников состоит? Добрый вечер, уважаемые зрители! Все участники, которые участвуют в процессе подготовки, это в первую очередь ресурсоснабжающие организации, это управляющие компании и иные вспомогательные организации. Подготовка городского округа начинается с утверждения планов мероприятий, которые утверждаются постановлением главы городского округа, и в соответствии с данными планами начинается подготовка городского округа к предстоящему отопительному сезону. Из года в год это приблизительно одно и то же время по датам, или они могут как-то смещаться в одну и другую сторону? Время приблизительно одно и то же, оно зависит, безусловно, от срока окончания отопительного сезона, но в целом приблизительно это одни и те же сроки. Участников определили, а теперь хочется понять весь комплекс мер. Вот вы говорите, что начинается подготовка и с плана, с планирования. Что в него входит, вот весь комплекс, с чего он должен начаться, что сделано должно быть и чем завершиться? Ну, если мы говорим про ресурсоснабжающие организации, это безусловно. В первую очередь, раз мы говорим об отопительном сезоне, значит, это подготовка источников тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. По окончанию отопительного сезона всеми теплоснабжающими, теплосетевыми организациями проводятся гидравлические испытания сетей. К сожалению, на данный период у нас люди испытывают дискомфорт, происходит отключение горячей воды. Но прогресс уже есть, не так надолго, да, отключается, по сравнению с тем, что было раньше? Безусловно, да, стараемся и ресурсоснабжающая организация испытания проводить в сжатые сроки и соблюдать утвержденные графики. Соответственно, прошли гидравлические испытания, показало это узкие слабые места, то есть произошли... То есть аварийные ситуации все-таки были, да? Это не аварийные технологические нарушения. По результатам гидравлических испытаний происходят повреждения на тепловых сетях, показывают узкие слабые места. Соответственно, после этого осуществляется корректировка планов по подготовке. И начинается непосредственно подготовка это со стороны ресурсоснабжающих организаций. Если мы говорим про источники тепловой энергии, производятся планово-предупредительные работы на электрооборудовании, на насосном оборудовании, на котловом оборудовании. Если мы говорим про тепловые сети, как я уже ранее сказал, первая ласточка – это гидравлические испытания. Соответственно, идет ревизия запорной арматуры, ревизия сальников, всевозможные... То есть все, что связано с тепловыми сетями. И, безусловно, это осуществляются капитальные ремонты, технические перевооружения где-то тепловых сетей, чтобы повысить, во-первых, надежность системы теплоснабжения. И все эти мероприятия у нас должны закончиться до 15 сентября. За это отвечает ресурсоснабжающая организация. За это отвечает ресурсоснабжающая. А департамент – это у вас контролирующая функция, да, получается? У нас, получается, городского хозяйства, да, мы организационный, координационный и контролирующий орган. У нас создается штаб по подготовке, за контролем и ходом по подготовке к зиме. В этот штаб у нас приглашаются все представители контролирующих органов. Это и федеральные службы, как мы привыкли все называть Ростехнадзор, это и представители городской прокуратуры, это представители, то есть по необходимости там отраслевых министерств. И стараемся на этих штабах, соответственно, рассматривать весь комплекс и те мероприятия, которые необходимы, или рассматривать те вопросы, которые требуют пристального внимания. Понятно. А вот у управляющих компаний какая зона ответственности? Ресурсоснабжающий – понятно. А у управляющих компаний вот в этой цепочке? Управляющая компания – это второй блок, скажем, это относится к потребителям тепловой энергии. Управляющие компании обязаны, и они проводят, они составляют графики, согласуют их с ресурсоснабжающими организациями и проводят гидравлические испытания внутридомовых систем, проводят промывку системы отопления. И, безусловно, идут и ведут работу по подготовке, как выражусь простым языком, крыш, чердаков, окон, дверей, подвальных помещений, изоляция труб в подвале, чтобы подготовить тяжелой фонд к предстоящему отопительному сезону. Это такие теплосберегающие технологии, чтобы все было готово, чтобы нигде, в общем, холод, не только вот через трубы, чтобы тепло шло, да, через батареи, а вот на самом деле… Безусловно, опрессовка той же внутридомовой системы, она также может показать где-то слабые места, где-то уже имеется факт изношенности внутридомовых систем, где-то в результате испытаний происходит повреждение, происходит замена. Где-то показывает, что запорная арматура вышла из строя, соответственно, происходит замена арматуры. Учитывая, что у нас уже часть жилого фонда обеспечена общедомовыми приборами учета, в этот летний период данные приборы сдаются на поверку, если подошли сроки поверок, чтобы с начала отопительного сезона услуга оказывалась и расчеты велись по общедомовым приборам учета. Вот тут эту тему хочется продолжить с проблемой неплатежей. Скажите, это как-то отражается со стороны собственников жилья? Отражается на подготовке к отопительным сезонам? Или, ну, не сказать, что уж очень весомо все это? Очень вопрос интересный. Неплатежи, в любом случае, неплатежи, они всегда отражаются, но они не влияют на выполнение. В любом случае, поставленные задачи, они будут выполнены и подготовлены. Единственный вопрос в том, что это лишним временем ложится на те же ресурсы, набжающие управляющие компании, потому что они вынуждены перекредитовываться или искать оборотные средства. То есть платежи населения – это оборотные средства, за счет которых управляющая компания, ресурсоснабжающая компания осуществляет выполнение тех мероприятий, которые были предусмотрены. А сегодня, чтобы эту тему тоже распространить, какие меры к неплательщикам применяются из самых таких эффективных, может быть? Потому что были разговоры, что что-то там отключают, забивают какие-то там трубы, еще что-то, в суд идут. Что сегодня действенное? Вот все, что вы озвучили, все эти меры, они применяются, они действующим законодательством предусмотрены и допустимы. Поэтому в рамках действующего законодательства управляющие, ресурсоснабжающие компании, они ведут работу с дебиторами. Это безусловно и разъяснительная работа. У некоторых людей бывают там сложные жизненные ситуации, которые попадают. Это предусмотрено и законодательством, и управляющей компанией. Заключают соглашение о рассрочке платежа. Есть категория там неплательщиков. С этой категорией там проводится разъяснительная работа, безусловно, сначала. После этого идет претензионная исковая уже работа и, соответственно, через суд взыскиваются. Дополнительно, наверное, хотелось бы отметить, что в законодательство были внесены изменения. И, как многие жители уже увидели, то есть те, кто просращивает платежи, у них появляется графа пения. То есть, если раньше это было право, скажем так, управляющей компанией, ресурсоснабжающей, то в настоящий момент это уже обязанность получается. Если в установленные сроки не произвела оплату, автоматически начисляется пение. И, соответственно, гражданин, если мы говорим о жителях, помимо основного платежа и погашения основной суммы долга, оплачивает еще и пение. Понятно. Чтобы понять весь масштаб подготовки к топительному сезону, хотелось бы знать в цифрах, сколько домов будет подготовлено и таких объектов социально важных. И какая категория требует особого внимания, потому что не все же равноценно. Дома – это одна категория, наверное, соцобъекты, другая еще что-то. Может, даже еще важное что-то есть. Разделить на категории, к сожалению, наверное, это не будет совсем правильно, потому что подготовка всех объектов важна. Школы, детсады, мы прекрасно понимаем, это наши дети, жилые дома, там же также живут люди, причем в некоторых очень много пожилого возраста. Поэтому подготовка всех объектов, она крайне важна и должна выполняться в установленные сроки и в установленных объемах. Если говорить о цифрах, то тепловых сетей планируется переложить порядка 19 километров, может быть, даже еще немножко увеличится, пока это прорабатывается дополнительно. Хочу сказать, что эта цифра больше по сравнению с предыдущим годом. То есть с учетом подготовки к предстоящему чемпионату 2018-го, возможно, жителям это и доставило ряд неудобств. В старой части города все видели очень большие объемы перекладок сетей, шли. Сейчас ушли, скажем, в спальную сторону города, это в промышленные, в Кировские, в советские районы с перекладками. Если говорим о жилом фонде, то это должно быть подготовлено порядка 10 тысяч 200 домов. Если говорим о социальную сферу, то это порядка 600 объектов и культуры спорта 400. То есть все объекты, они все на контроле, все они на учете. И, безусловно, следим за процессом, чтобы не было отставания от темпов подготовки и графиков. Понятно. Ну вот вы уже упомянули, что идет подготовка массовая масштабная к чемпионату мира. А скажите, нет ли каких-то накладок, что вот и дорожное строительство ведется, и ремонт тепловых, перекладка сетей? Вот это, в этом, наверное, специфика этого года, да? Вот подготовки к этому, вот именно в этом году, к топительному сезону. Как вам удается взаимодействовать, с какими структурами, чтобы не было такого уж сильного неудобства? Ну вот уж, конечно, вот люди переживают. Безусловно, этот год с учетом подготовки к чемпионату накладывает определенные не то что трудности, а... Такая специфика образовалась. Большая ответственность. И хорошо, что эту ответственность в полной мере понимают и ресурсы, снабжающие организации, и организации, участвующие в благоустройстве, я имею в виду в ремонте дорог. А как удается это? Скажем так, уже с января или с февраля месяца начали верстаться эти планы, все эти планы совмещаться, и подключение вновь строящихся объектов, и все участки, которые планировались под капитальный ремонт, ну, под перекладку, то есть все это совмещалось, совмещались графики с ремонтом улично-дорожной сети. Считаю, что в целом у нас удается на настоящий момент нам все это синхронизировать и вести. Поэтому больших проблем в этом пока не видим. Ну, о том, как на практике все это происходит, и о том, как проходят выездные совещания, мы сейчас посмотрим в сюжете, ну, а потом продолжим разговор. Теплообменник в котельной разбирают на составные части. Каждую пластину сначала споласкивают водой, потом убирают с них накипь. Пластины теплообменной оборудования засыпаны, значит, специальной кислотой. После того, как они определенное время полежат здесь, значит, на них отойдет все натрий-кальцевые отложения. После этого их уже промоют чистой водой и будут собирать теплообменное оборудование в рабочем состоянии. Перед началом отопительного сезона котельные проходят планово-предупредительный ремонт. Чтобы зимой жители не остались без тепла, летом все отопительное оборудование проверяют и готовят к работе. Сейчас специалисты закончили промывку теплообменника, который обеспечивает дома горячей водой. В профилактике подвергается вся электрика, газовое оборудование и система холодного водоснабжения. Одновременно с котельными к зиме готовят и дома. По итогам, каждый из них получает паспорт готовности к зиме. Ускорьте процесс выдачи этих паспортов, район возьмите на контроль. И, соответственно, вам активизировать работу по внесению в систему электронного ЖКХ. Ну, я вот, привет, на деле выяснил. Да, да, соответственно. Поэтому здесь на контроль этот момент берите. Ну и если вы говорите 63 дома, а прессовано промыто 28, поэтому здесь тоже вам необходимо активизировать работу. К работе в холода готовят и теплосети. Перекладку труб в центральной части города уже завершили. Здесь в первую очередь, чтобы дорожники могли спокойно приступить к ремонту улицы. Сейчас активная работа по перекладке сетей началась в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. На пересечении Солнечной и Димитрово меняют тепломагистраль диаметром 500 миллиметров. Прошедшей зимой на этом участке была авария, из-за чего несколько многоэтажек некоторое время находились без тепла. Кроме того, на этом месте будут строить новую дорогу в направлении к стадиону. Всего в этом году планировали переложить 16 километров теплосетей, что уже вдвое больше, чем в прошлом году. Но в процессе добавляются все новые участки. Сейчас, так как еще проектов точных нету, пока ведет согласование с администрацией города, с Минэнерго и с нашим московским руководством в отделении этих средств. То есть там еще дополнительно, я думаю, где-то около 7-8 километров допом будет. Поэтому в этом году, если все сложится оптимистично, мы побьем все рекорды перекладок тепловых сетей в городе Самара, которые вообще когда-либо были. Городские власти контролируют все этапы подготовки города к отопительному сезону, чтобы зимой в домах самарцев царили тепло и уют. Есть такое понятие, как аварийный тепловой вод. Я вас попрошу объяснить, что это такое, когда он используется, применяется. И в этом году что-то было с этим связано? Проводились они? Что касаемо аварийного теплового ввода, в самом начале нашего с вами диалога я уже упомянул о том, что проводятся гидравлические испытания. И вот по результатам происходит, когда повреждения на сетях, это вот в принципе и называется аварийный тепловой ввод. Сеть же у нас как бы есть магистральный, квартальный там, и вода, как мы их привыкли называть, это уже ответвление от магистрали на непосредственно сам дом. Вот происходят повреждения, да, они были, они есть, их устраняют. Этот процесс, он контролируемый, опять же составлены, как повторюсь, графики по всем этим. Безусловно, акценты расставляются там, где обеспечивается горячее водоснабжение, то есть вода восстанавливается в первую очередь, чтобы жителям оказать и подать ресурс, и оказать коммунальную услугу. Но в любом случае все ввода, где произошли повреждения, будут отремонтированы. Понятно. А если вот говорить о подготовке инженерных сетей в доме, в многоквартирном, то какие работы там проводятся в обязательном порядке? Что должно быть сделано, чтобы мы тоже, собственники жилья, понимали, какая работа проводится, должна быть проведена? И общественность вообще как-то в этом участвует или совсем не обязательно? Там председателям Советов МКД как-то вот в это время вникать, контролировать или нет? Все отлажено и без них. И тут общественный контроль как бы и не нужен. Вот мы с вами сюжет смотрели, как раз там... Да, я обратила, что посторонние люди, как на первый взгляд. Как раз, скажем так, выездные штабы мы проводим в любом случае, приглашаем туда в обязательном порядке. Это как представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний, представители. И стараемся также подключать управляющих микрорайонов, советов и общественность. А зачем это нужно? Потому что специалисты должны отвечать за свою работу. Выездной штаб, он и проводится с той целью, чтобы понять узкие и слабые места. То есть, если мы говорим о государственной жилищной инспекции, есть жалобы поступают от населения. То есть, накануне выездного штаба мониторится, поступали ли обращения, с каких домов. Соответственно, контролируем процесс, какие работы выполняются на этом доме. И стараемся эти дома брать на особый контроль и рассматривать их. Что касаемо подготовки и, как вы уже спросили, обязательных мероприятий. В обязательном порядке это должно быть выполнено гидравлические испытания системы и промывка системы. То есть, по результатам этой проведенной работы, эта работа, во-первых, управляющей компанией или товариществом, собственником жилья, предъявляется ресурсоснабжающей организации. И если она выполнена качественно, то выдаются акты. Данные акты размещаются в систему электронного ЖКХ. И на основании оформленных этих, ну, не только этих актов, там еще оформляются акты на вентиляционные каналы, что они прочищены, проверены и подготовлены к отопительному сезону. Данные акты размещаются в системе. И только после этого дом получает паспорт. У нас уже более пяти лет, наверное, производится оценка готовности как ресурсоснабжающих, теплосетевых, так и потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону. В этом году эта работа также будет проведена. По завершению выполнения всех мероприятий будет происходить оценка, как дома, как компании ресурсоснабжающие подготовились к предстоящему отопительному сезону. И чтобы организация, или в частности, раз мы говорим о доме, получил паспорт, должны быть оформлены в обязательном порядке документы. И не просто оформлены, они должны быть размещены в систему электронного ЖКХ, за которой следят, в принципе, какие администрации внутригородских районов, но в первую очередь государственные жилищные инспекции. И только после этого дом получает паспорт готовности, управляющая компания получает паспорт готовности. И вот мы вначале с вами затронули тему долгов. Есть еще вот при получении паспорта готовности один из таких моментов, что перед началом отопительного сезона должны быть погашены долги за предстоящий отопительный сезон. И вот наличие задолженности, она может повлиять на получение паспорта готовности. Поэтому этот вопрос, он достаточно необходимый. И, скажем, в произведении оплаты гражданинам, оно потребил ресурс? Оплати. Так-то, конечно. Получил услугу? Оплати. В магазин идешь за хлебом? Заплатил. Так же и здесь с услугами и с ресурсами аналогичная ситуация. Но так как в Велепене в обязательном порядке, то, наверное, как-то будет двигаться ситуация, меняться, да? Ну, по крайней мере, на это... Для кого-то это в большинстве случаев это, да, стимулирует. Какие-то категории граждан, к сожалению, нет. Не могу не спросить еще про один вопрос, связанный с температурами горячей воды. Очень много нареканий на то, что долго нужно вот из крана лить воду горячую, чтобы она стала горячей. А так как люди установили счетчики и общедомовые в домах, и в квартирах, то жалуются, что вот... Ну, почему, если вода горячая, мы должны вот лить, лить, тратить свои средства потом на то, что пролили, а вода-то не горячая. Вот как будет решаться все-таки этот вопрос, и чисто технически, как его можно решить? Чего это зависит? Вопрос этот, он уже решается, и, наверное, второй, третий год, наверное, он решается. Но до сих пор есть жалобы, да. Безусловно, есть какие-то специфики, есть особенности устройства внутридомовых сетей. То есть, чтобы подать воду в циркуляционном режиме, иногда сталкиваемся с тем, что внутридомовая система не подготовлена к циркуляционным режимам. То есть, управляющая компания за это ответственность несет тогда, получается, или нет? Здесь получается, что в рамках, когда будет осуществляться капитальный ремонт дома, необходимо предусмотреть проектные документации, так как это происходит изменение фактически системы. Соответственно, ГВС уже, как я уже сказал, третий год заставляем ресурсоснабжающих организаций, вот даже на перекладке, если каким-то образом это задействует систему горячего водоснабжения, то они обеспечивают прокладку там временных трубопроводов, ну, чтобы населению подавался качественный коммунальный ресурс. Вот, безусловно, из-за технологических нарушений бывают места, где нарушают, то есть вода подается там по тупикам или же отсутствует циркуляционный режим, скажу так. Эти места, как я уже говорил, они в первую очередь берутся на контроль, они в первую очередь устраняются, эти технологические повреждения, и возобновляют циркуляционный режим. В общем, капитальный ремонт, так скажем, надежды, да, чтобы в этой ситуации изменилась, нужно обязательно все это предусмотреть при проведении капремонта. Это просто комплекс, это система. Вот ресурсоснабжающими организациями устраивались дополнительные насосные, менялось насосное оборудование, чтобы обеспечить циркуляционные режимы. Потому что, ну, чтобы понять, для, к примеру, там, для системы отопления надо насосу перекачать, там, тысячу кубов воды, а для системы горячего водоснабжения в летний период надо, там, два куба всего. Соответственно, это надо производить. То есть, и выполнение этих мероприятий, оно производится, оно идет, и я думаю, в ближайшие годы все равно мы добьемся того, что соответствующего качества в циркуляционном режиме вода будет подаваться везде. Хотя, в текущем году, как я уже сказал, информация, вот, что тупиком, практически таких у нас мест нету. Это вот или кратковременные какие-то моменты, или же... Понятно. А что касается внутридомовых, внутриквартальных территорий, то там, как идет замена коммуникации, там же тоже проводится работа? Потому что в городе мы видим там где-то что-то, а вот внутри самих оборотов. И внутри дворов работа ведется. Также сейчас, просто чтобы понять, с учетом того, что ведется достаточно массовый ремонт уличной дорожной сети, сейчас в первую очередь акценты были расставлены на места, где тепловые сети, ну, коммуникации, скажем, пересекаются с элементами уличной дорожной сети. А после этого уже пойдем больше в квартальные территории, чтобы дать фронт работы, скажем так, дорожникам. И все мероприятия, они произошли синхронно. И чтобы избежать каких-то потом уже аварийных, чрезвычайных ситуаций, ну, при подключении, отопление, сегодня уже собственники жилья, они должны на что-то внимание обращать, сигналы какие-то подавать кому-то, я не знаю, в управляющей компании или еще куда-то, вот чтобы устранить преждевременно какие-то в дальнейшем могущие возникнуть ситуации. Конечно, ведь и вата, ну вот, чтобы не было потом аварий. Вопрос в том, что слабое, оно уже порвалось, и оно уже показало, потому что где-то на жилом фонде, если мы говорим, то есть где-то уже проведено гидравлические испытания, где-то они еще проводятся. Поэтому в любом случае гидравлические испытания покажут слабые места. Где-то порвется стояк, где-то лопнет батарея, где-то потечет задвижка, и, соответственно, эти элементы будут заменены и устранены их причины, скажем так. Тепловые сети, как я тоже сказал уже, гидравлические испытания тоже проведены. Изношенные участки, которые вот мы в сюжете видели, вот улицу Солнечную, зимой там было повреждение. В этом году в межотопительный сезон взяли ее в обязательном порядке в работу, и ведется замена, капитальный ремонт данного участка трубы. Поэтому основные, скажем, слабые места устраним за летний период. Ну, приятно это слышать. И все-таки, вот как у вас, у департамента выстроена связь с потребителями, с собственниками жилья, с потребителями теплоэнергии и всего, всех услуг таких коммунальных? В большей степени... Куда, если что, да, вот посылать свои сигналы? В большей степени мы выстраиваем отношения с администрациями внутригородских районов, с управляющими компаниями. Это те категории, которые участвуют в наших штабах. Соответственно, к сожалению, дойти до каждого, не потребителя, а гражданина. Потребителем у нас в соответствии с законодательством является управляющая компания или товарищество собственников жилья. Дойти до каждого жителя, к сожалению, не представляется физически даже возможности. Но вот на выездных штабах мы как раз стараемся привлекать к этим вопросам и общественность, чтобы услышать от них те проблемы... Может, обратная связь обязательно нужно. Да, чтобы получить ту же обратную связь и понять, так все-таки, может, нам что-то недоговаривают. Спасибо большое за эту важную информацию, полезную, за то, что пришли к нам в студию. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!